Обман во благо виртуальной рукавы лечит пациента от фантомных болей. Лечить фантомные боли и восстанавливать мелкую моторику после инсульта можно будет с помощью дополненной реальности. Идея команды российского стартапа заключается в следующем. Надевая шлем виртуальной реальности, пациент видит смоделированную конечность и пытается в игровой форме повторить ее движение, например, сжимание и разжимание кисти. Соседи нервных клеток, погибших из-за инсульта, учатся выполнять новые функции, тем самым способствуя восстановлению мелкой моторики руки. Также виртуальная рука помогает мозгу пациента привыкнуть к тому, что он пытается совершить некое движение ампутированной конечностью, но больше не может этого сделать. Ледяной шлем от инсульта, разработанный российскими инженерами охлаждающие устройства, помогает справиться со многими заболеваниями от инсульта к игре. Лечением болезней при помощи технологий дополненной и виртуальной реальности занимается проект MDINC-MD. Аббревиатура Medical Doctor Incorporated. Сокращение слова Incorporated. Основным направлением российского стартапа стало оказание помощи больным, перенесшим инсульт, одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. При нем погибают клетки мозга, поэтому человек может потерять некоторые навыки. Особенно частой проблемой бывают потери мелкой моторики. Но соседние клетки могут взять на себя функцию погибших, если их правильно обучить. Разработка Cerebrum MD, SLAT, мозг, позволяет смоделировать руки пациента, с которыми он может взаимодействовать. Виртуальная рука. Основатели проекта Магомед Амин Идилов и Данил Федулов на ВАЙ, Международном технологическом форуме инновации. Технологии. Производство фото, предоставлено основателями проекта. Процесс реабилитации проходит следующим образом, рассказывает Идилов Магомед Амин, один из авторов разработки. Пациент надевает шлем виртуальной реальности, в котором видит немного упрощенную 3D-модель своей руки. Эта модель начинает выполнять какое-либо движение, например, сгибать указательный палец. Задача пациента успеть повторить движение виртуальной модели настоящей рукой как можно быстрее и точнее. Это заставляет мозг активно подключать нейроны к выполнению упражнения. Нервные клетки в буквальном смысле тренируются, заменяя собой и траченные. Весь процесс проходит в игровой форме. Чем лучше пациент повторяет движение виртуальной руки, тем больше получает баллов в программе и игре. Фото, предоставлено основателями проекта процесс создания одного из упражнений разработчиками. По словам разработчиков, они планируют предлагать свое решение различным центрам реабилитации, так как лечение должно проходить под наблюдением врача. Однако, если пациент будет настаивать на домашней работе, ему пойдут навстречу. Сеанс реабилитации будет стоить в разы меньше, чем предлагаемые сейчас различными клиниками варианты восстановления мелкой моторики. Виртуальная рука Скриншоты десктопного приложения, используемого врачом во время проведения терапии. В приложение автоматически в режиме реального времени загружается информация по динамике лечения конкретного пациента. Фото, предоставлено основателями проекта. Бриллиантовая рука Ученые повысили эффективность лечения переломов. Разработано алмазное покрытие для имплантов, уменьшающее риск их отторжения. Использование виртуальной реальности применяется в реабилитации уже не первый год и оправдало надежды специалистов, рассказала заведующая отделением ЛФК и массажа лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Мария Гуркина. Использование игровой формы тренировок положительно воспринимается пациентами после острых нарушений мозгового кровообращения и дает им дополнительную мотивацию к результату. Однако данная технология имеет ряд противопоказаний, например, эпилепсия в анамнезе или грубые нарушения психики, что необходимо учитывать при проведении клинических апробаций. Естественно, внедрение их в практику необходимо, и это неотъемлемая часть технологического прогресса, но необходимо критично подходить к предлагаемым решениям и реально оценивать их последствия. Болевой фантом Еще одно направление помощи пациентам с помощью новой разработки избавления от фантомных болей, которые появляются в удаленной конечности или органе. Степень такой боли бывает самую разной от небольшого тазуда до нестерпимого жжения. Различны и причины возникновения этого довольно мучительного заболевания. До конца они не изучены, однако у ученых есть несколько гипотез. Одна из них заключается в том, что мозг подает определенную команду мышцам ампутированной руки, а команда не выполняется. В итоге сам мозг вызывает болевые ощущения, давая понять своему хозяину о наличии проблемы. Вариант созданной модели, которую впоследствии видит пациент, проходя терапию. Конечно, маркер крепится к пациенту таким образом, что модель становится продолжением его руки. Фото, предоставлено основателями проекта. Российский стартап предложил управление эмоциями. Виртуальную реальность будут использовать для улучшения настроения. Российский стартап предложил технологию для лечения такого типа фантомных болей. Решение заключается в следующем. Сначала создается максимально точная и реалистичная модель удаленной конечности. Терапия выстраивается таким образом, что пациент пытается выполнять конкретное движение ампутированной рукой и наблюдает за тем, как это движение выполняет нарисованная модель. Разумеется, ампутированная рука движения не осуществляет. Мозг начинает видеть, что, несмотря на то, что сигнал обрывается, команда выполняется и совершается движение. Для него обрыв сигнала становится привычным. По словам разработчиков, благодаря этой технологии 20 испытуемых заметили снижение фантомных болей. Способ лечения фантомных болей, предложенный авторами проекта, имеет право на жизнь, по словам заведующего отделением амбулаторной реабилитации Сеченовского университета Дмитрия Горкови. По сути, это психотерапевтическая помощь, направленная на смирение с ампутацией руки. Однако не следует забывать, что причины возникновения фантомной боли бывают и другие. Иногда она появляется из-за того, что при ампутации задевают подкожные нервы, которые раньше шли в пальцы. Нервы врастают в ткань рубца и болят, и боль эта вполне реальная. И тут методика с виртуальной реальностью, скорее всего, не поможет. Продолжение следует...